Таллинн не изменил и на этот раз. Две лас-намяйские школы – Куристикуская и Ля-Намяйская гимназии – пережили не самый легкий год, связанный с ремонтом. Зато сегодня учителя, родители и дети попали действительно в школу 21 века. Куристикуская гимназия – школа с эстонским языком обучения – была построена 28 лет назад, в разгар жилой застройки Лас-намяя. И по тем временам была весьма современным учебным заведением. Теперь, после реконструкции, она с полным правом вернула себе этот титул. Жилищный бум в Лас-намяя сопровождался и ростом количества детей. Сейчас даже трудно представить, что в Ля-Намяйской гимназии, тогда это была 65-я средняя школа, в 1994-1995 годах училось 2311 учеников. И занимались они в три смены. В этом году в обновленную гимназию пришли учиться тоже немало по нынешним временам детей – 892. А первоклассников набрали аж пять параллелей. Я это называю днем второго рождения школы. Потому что действительно от старого остались только стены и частично окна. Все остальное новое, современное. Две трети мебель новых, новая планировка, новое количество помещений. Увеличилась площадь, увеличились возможности на нашей спортивной площадке. Приобрела школа прекрасный вид. Основательный ремонт не обошел стороной техническое оснащение школы. Теперь во всех классах можно использовать интернет, а классные доски стали многофункциональными. При желании их моментально можно превращать в экран. Реконструкция зданий обеих гимназий проводилась в партнерстве города и частного сектора. А новое оборудование приобретено на средства городского бюджета. Отличные стадионы, полномерные спортивные залы, новые аудитории и классы трудового обучения – это то, что радикально отличает обновленные школы от прежних. Но давая свое определение, что же все-таки такое школа 21 века, ученики из числа гимназистов ценят и иные качества, которыми должно обладать учебное заведение их мечты. На мой взгляд, это школа, куда сами дети хотят идти. Если они с утра будут говорить, что мама, я хочу идти в школу, у меня сегодня замечательный урок, очень интересный учитель. Мы делаем что-то новое, будет самое лучшее. Она должна помогать детям раскрывать свои собственные таланты, помогать детям достичь успеха, помогать детям, быть для них вторым домом. И учителя должны быть, как родители. А вот техническая оснащенность школы важна? Техническая, конечно, важна. Надо шагать ногу со временем. Хотя традиции тоже чуть-чуть нужно. На торжественных линейках в обновленных талантских школах побывало и городское руководство. Хотя за процессом реконструкции столичные чиновники следили постоянно. Ведь начало учебного года переносить из-за строительного форс-мажора не принято. На фоне умудренных годами учебы старшеклассников, малыши и первоклассники выглядели чересчур серьезными. Что дало повод мэру, поздравляя всех с началом учебного года, вспомнить и о своем походе. Первый раз, первый класс. Маленькая школа. Я не был раньше детства, дома. Была у себя, у моих родителей. И, конечно, все это было для меня новость. Ну, положительный новость. Я сказал бы, что я был очень радостный, интересовался, как все это выглядит и что там конкретно надо делать. Отремонтированные гимназии для полутора тысяч учеников это, конечно, большое событие, как, впрочем, и начало учебного года в целом. В Таллинской Кисклинской гимназии его тоже отмечали по-особому. Пригласили своих выдающихся выпускников. Золотой медалист и впоследствии главный архитектор Таллина Дмитрий Брунц сегодня поднимал школьный флаг. А митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий выступил с напутственным словом. Ну, а белые голуби, взмывшие в небо со школьной площадки, сделали этот день трогательным и запоминающимся для всех. Детей, родителей и учителей. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.